всем привет друзья мы опять в этом месте апокалипсиса и самый жесткий джипер блогер дрифтер находится здесь и вы должны знать это место что тут такое вообще просто тут на наверно космический корабль можно найти если хорошо поискать куча территории куча боксов девушки варят сваркой какая-то приличная территория смотрите кто тут есть пока починил было перетянуто я понял ну давай удачи видите макс тут навстречу это не постанова просто он просто он ехал заезжал ко мне полчаса назад говорит что-то ступица греется ему далеко ехать надо отпустить шаре так не доеду говорю ну можешь не доехать заехал отпустил гаражи когда-то в этом кооперативе были был гараж не помню два или три раза его на два раза точно его вскрывали короче поэтому я его продал есть там видео с гаража жесткая такое кстати тогда канал подхватила и 300 там почти 400 тысяч просмотров не или 300 не помню но но гараж как называется не помню гараж не открывали то ли 7 лет то ли 10 в общем есть на канале если просто забить поиск на канале есть сверху справа поиск вот если туда забить просто слово гараж я думаю выбросит сразу приближаемся мы к этому маньяку сейчас посмотрим как вам в какой он стадии там готовности сразу просто подъехал обнаружен моторчик который стоял в оазе ведь а вчера его мыл сцепление он тут есть канистру испортил новую сцепление более-менее до техника говорят советская техника скептически многие люди относятся я тоже так раньше ну какое-то время назад так относился но советская техника нет обслуживание посмотрите на это все но короче что там говорить клапана откручено было просто все текло понятно что не может нормально масло не меняют все на соплях не может нормально работать ведь а где ты витя выходи витя где он внизу а вот двери открыты может тут а блин это кстати эту версию остались от волги одни двери да а сидение мотор колеса да ухт как дверь как дверь классно открывается елки-палки а шо ж тут шо ж тут все розетта да папа и кузов не прикручен елки-палки все разобрали так а куда же мы поедем на нем в таком состоянии витя елки-палки шо ты наделал видите выходе лет радиатор морда да вот это жесть конечно игорь шо вы сделали не ты это этот на мопеде который елки-палки так новый мотор вити в открытом виде смотрели видео новый мотор вити ну блин классный мотор я вам скажу вы выработки выработки нету все шейки целенькие до распредвал да будете снимать да ну да да надо голову сделать до голову сделать да подкинуть кольца можно сразу роа в одном меньше было дачу а в третьем а вы три цифры называете а все четыре в одном 12 я понял да вот остатки волги на этом же месте а вот остатки уаза а волгу ханон там снимал да я видел видео да елки-палки на что-то пока ух блин а тут все отрезали ё-моё блин шон сделал вообще а это зачем будет торпеду ставить офигеть вообще чтоб красиво да были нос конечно не ну так он ничего принципе там подварили да да металл да не то что сейчас да да так и есть так и есть туда по по отрезать конечно можно ведь я хотел по отрезать тут облегчить его да да класс а вот кусок торпеды вот так это откупить у него можно торпеду да ну да продаст можно недорого продаж да у меня что же такая стоит оригинально не такой же у меня этот восемьдесят четвертого у меня восемьдесят шестого чернобыльский до оригинального меня чернобыль я на нем ездил недавно кто не смотрел посмотрите блин вообще конечно когда на это все смотришь просто город в лесу до город в лесу так едешь мимо подъездов в припяти мимо подъездов а прямо вот все в ну вообще полностью эти подъезды разваленная такое но все да то там животных мы прямо вдоль асфальта ехали и лошади приживальского стояли стояли прямо так как под заказ для нас мы остановились по фотографировали да да по фотографировали ну красота а это рулевое а вот волговская то что будет устанавливаться это родное сняли до ну и что там можно можно доработать а что вот это одевал стоял рулевой да как он ехал я не знаю смотрите просто оборванного то резьбовая часть не просто его снял такие 40 сбил спасибо на ходу охренеть вообще хорошо мы никуда не поехали на нем да нет привезли тут только не не по мы завели его с максом завели все помпа потекла как из ведра и за помпы мы не поехали никуда так что принципе может и хорошо да тут работы есть работы есть кусочек посмотрю ты видел как изуродовал кто-то этот ночью или мыши или кто вас у вас да все разорвали блин офигеть чувствую на кордон мы не попадаем на уже на уазе что на горбатом поедем говорят давайте оставим торпеду с уаза ну нет торпеду только с волны это ну давай так слышишь тогда надо стада хотя бы давайте две двери уже поставим от волги чего будет со стеклоподъемником удобно с одной стороны хотя бы я не первый на опоздал насчет людей сегодня утром просыпаюсь смотрю твой выпуск смотрю этих людей которые лимузины ты видел какая жесть они такое делают я сраный вазик достроить не могу и шо и все порезал и буду кардинально менять слышно тут конечно просится я просто подошел смотреть подошел смотрю на вот этот гармидор весь до который сколько лишнего обрежь меня вот до хотя бы до петель хотя бы до петель да но она точно не менее но не надо да ну так это сколько металла лишнего и короче нет кенгурятник есть ну на где-то я видел его когда ты на металлобазе его нашел блин это вообще так а шон с фарами было да охренеть вообще такая карта это тоже от волги проданы уже все продано короче и команде которые создали это замечательный сервис помогает людям и шоу да но я думаю смотри мне кажется шоу и лекс заточен под волгу потому что все что я пытаюсь продать новый лекс ничего не продается и не помню ничего не продал два раза по 600 засылал или по 700 в итоге в минусе или что-то там какую-то мелочь ну может на фоне тех количества объявлений денег потраченных новый лекс то я считаю что я ничего не продал ну видишь это под волгу заточен просто это а у лекс это для тех у кого волга до москвич наверно а у лексу до соответствует товара на идя на металлоломе это то у меня родилась идея какая то ну что ты рассказываешь мы либо одной командой делаем либо разделяется на две команды что делаем ставим техническое задание что только обязательно что муж вторая команда должна купить такой же у вас 2 и делать параллельно в соседнем сарае мы должны поставить надо построить машину которая проедет все не скучно проплывет он плот и вернется обратно и обязательное условие все ингредиенты должны быть взяты с металлобаза туда не но это ты что-то жестко кышу где ты на металлобазе все возьмешь а мотор и мотор а это и и раму найду с краза и полный привод найду с краза и все что хочешь найду на металлобазе ну давай с краза возьмем что так давай с краза у меня есть девяточный мотор поставим девяточный мотор на краз и поедем а из чего смотри покажите что мой инженер прислал него жарку сдали пожарку за жару сдали 131 да вот это льда дисковые тормоза хочет но у вас ты мне скажи пожалуйста ты продаешь свои диски классные с резиной 33 почему что не так что тебя мешает да видел видел мне надо было по весне вывести с этой делянки лес я кинулся на обычной резине ехать естественно как бы как пустой он едет а когда ты в него две тонны вру закидаешь как бы мокрого дуба понимаешь это получается было позапрошлой весной я как бы эту делянку выпилил все посреди это вот они вот у меня прошлый сезон я думал что они мне понадобились скажи пожалуйста ты покупал ты покупал новую резину еще там по 100 по остатку там она ну на фотографиях выглядит как новая это сафари ну да они так и написаны сафари а сафари тридцателем так как у лени понял на самурае четко это не четко женя купил ее и плакал и продал но женя ж поседневно ездил ну да 21 миллиметр на одном колесе так ну она такая конечно тяжелая резина очень тяжелая диски очень тяжелые 42 килограмма что колесо 42 килограмма одно колесо без диска без диска без диска не может это наверное которые сзади стояли 18 миллиметров ага а у вавана сильвера на ковочке 21 два раза один а сзади по 18 ромчик а скажи пожалуйста ты сказал 40 килограмм весит колесо это одно с диском в сборе 42 42 килограмма да один диск с покрышкой весит да нихрена себе веса а у тебя мосты колхозные стоят да на твоей машине нет у меня обычные ну обычные колхозные да 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 колхозные без блокировок без ничего без ничего ни разу ни разу не ломал ты полуосни на них я просто езжу очень аккуратно у меня спортивных режимов нету я всегда как бы всегда еду очень потихонечку очень помаленьку поэтому мне ни блокировки как бы не нужны нет с этой резиной у тебя вообще как бы у тебя нету такой ну мощности как бы чтоб ее где-то там забуксовать ну понятно если у тебя такой рун как бы ну вот как ну езжу в основном у меня лес как бы я вот по лесу езжу у меня не было таких даже моментов где я мог бы забуксовать как бы вот так скажи что подписывались на канал да я поеду обязательно подписывайтесь на канал ставьте колокольчик лайки все дела мы когда-нибудь достроим команда разваливается макс уехал макс уехал кордон под угрозой все поломано машина не строится но мы обязательно что-нибудь сделаем главное верьте всем пока друзья